Сегодня в выпуске. Сел за руль и поскакал. Я езжу тут несколько дней подряд уже и ни разу не видел здесь работников. Почему после замены труб на проезжей части колеса из круглых превращаются в овальные? Штрафы свадьбе не помеха. Я сейчас буду нецензурно выразаться так, что вы все не снимаете. Как традиции соблюсти и закон не нарушить. Книжки в руки. Очень рада, потому что не все могут себе позволить. Сельские школьники получают бесплатные учебники. Это точнее о заметном и важном из жизни города и региона в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Урожай в этом сезоне будет больше прошлогоднего. Об этом сегодня говорили на заседании президиума правительства Тюменской области. Дефицит осадков в июне компенсировали дожди в остальные летние месяцы. В результате сроки уборочной кампании были смещены. Но это позволило полностью подготовить к ней сельскохозяйственную технику, сушилки и емкости для хранения. В последних еще находятся 72 тысячи тонн прошлогоднего зерна. По факту 2012 года мы собрали 1 миллион 268 тысяч тонн. В текущем году мы прогнозируем где-то 1 миллион 350 тысяч тонн. Собрать валовый сбор зерновых, зернобобовых культур. Где-то на уровне даже чуть побольше валового объема у нас должен быть картофель и овощи. В Нижне-Тавдинском районе ждут увеличение количества рабочих мест. На территории строится несколько заводов. Об их производственных перспективах губернатору рассказали во время празднования 90-летия муниципалитета. Среди крупных инвестпроектов завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли, комплекс по переработке строительных отходов, кроличья ферма и цех по выращиванию грибов. Направления совершенно разные. Это и агропромышленный комплекс, это и промышленность, это и развитие туризма. Поэтому если все эти проекты реализуются, а Нижне-Тавда, в общем-то, у нас всегда был муниципалитет, где умеют работать с инвестициями. Поэтому я уверен, что эти проекты на Нижне-Тавдинской земле состоятся. Появится в районе и свинокомплекс стоимостью 6 миллиардов рублей. Под него уже определена площадка. Строительство намечено на следующий год. Тратить деньги нужно не только на развитие производства. Это доказали участники футбольного матча. Представители областных властей сыграли в Тобольске с российскими знаменитостями. Правда, в отличие от обычной спортивной баталии, на этом поле команды были друг другу не соперниками, а союзниками. Почему, расскажет Ольга Куричко. О чем ты сегодня мечтаешь? Чтобы не было диабета. Катя Камерцель – одна из тех, ради кого затевали этот праздник в музыке и спорта. На стадионе Тобол собрались люди известные, что не футболист, то и имя. Футбол вообще не играл. Я начал в 40 лет. Поверьте мне. Ради чего? Так что, ради чего меня пригласили в эту команду. У нас тренировки проходят, участвуем в матчах, чемпионатах. И вот сегодня уже, как вы видели, голевой пас отдал. То есть, получилась игра. В начале матча гол ворота команды «Росич Старко» забил местный чиновник Юрий Вовакин. Отыграл счет фигурист Илья Авербух. На перерыв хозяева уходили со счетом 3-2. Кто пришел сегодня на стадион Тобола, это 3,5 тысячи человек, тот оказал реальную помощь. Всего-то поляки собрали более 2 миллионов рублей для лечения детей. Владимир Якушев весь матч не уходил с поля. Во втором периоде арбитр назначил пенальти, и губернатор отправился выполнять 11-метровый ворота звезд. Матч завершился со счетом 5-5. В серии пенальти гости победили. Зрелище было захватывающее. И все ради того, чтобы помочь больным детям. В прошлом году мы узнали о том, что болеем с сахарным диабетом. Пока это болезнь неизлечима. И, ну, как бы, естественно, как и для всех неожиданно, плохо и все такое. Но вот мы держимся, справляемся. И такой неожиданный сюрприз в виде вот этой вот благотворительной акции. Спасибо. Откликнулись организации и частные лица. А значительную сумму перевел из Москвы благотворитель, бывший Тоболяк. 11 семей получили сертификаты на лечение больных детей. В Тюмени тоже веден такой проект. Он называется у нас «Ключ к жизни». И 246-250 детей на этот момент у нас тоже получили помощь в заграничных клиниках. Но это ни в коем случае не значит, что мы не поддерживаем этот проект и не будем участвовать в этом проекте. К вечеру звезды российской и зарубежной астрады сменили спортивную форму на концертные костюмы и дали благотворительный концерт. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Сипинформбюро. Концертная программа прозвучала и в Тюменском доме торжеств, чему она была посвящена в коротком обзоре событий. Тюмень Гор Транс обновил мобильное приложение для смартфонов. Оно расширяет возможности пользователей и предоставляет более точную информацию о движении общественного транспорта. Раньше у нас было только время предполагаемого прибытия транспорта. Сейчас можно также увидеть расстояние до транспорта, оценить, насколько далеко он находится. Кроме того, можно увидеть точный госномер, какое именно транспортное средство подойдет на остановочный пункт. Пока приложение могут пользоваться только владельцы андроидов, однако разработчики обещают адаптировать программу и под айфоны. На холодильной появится Двор Мечты. Он объединяет дома сразу трех улиц. Пока территория малопривлекательна, но после благоустройства на ней появятся детские спортивные площадки, будут расширены парковки и проезды, установлены заглубленные контейнеры. Здесь большой плюс, что мы совмещаем благоустройство дворовой территории с заменой инженерных коммуникаций. Давно были здесь проблемы с водоканалом, с водоводом трубой. У 55-го дома мы настояли общими усилиями. Сейчас водоканал активно занимается. Также тепло Тюмени приступили к вырезке дома. Завершить работы строители обещают к 1 сентября. На благоустройство двора из городского бюджета выделено 12 миллионов рублей. Тюменские мусульмане отметили у разу Байрам массовым чаепитием. Трехдневный праздник разговения стал завершением священного месяца Рамадан. Вкусить сладости после долгого поста в дом торжеств пришли около 250 горожан. Сегодня мы празднуем окончание священного месяца Рамадан. В течение этого месяца правоверные мусульмане соблюдали пост в разу. Принимали участие в коллективных торговых намазах по вечерам мечетях. А также отдавали налог за катальфитр, так называемый. Это в пользу обездоленных, но желающихся сирот. Кроме чая и угощений, гости праздника смогли насладиться концертной программой. Не разогнаться. Улица 50 лет ВЛКСМ бьет рекорды по скорости движения. Водители сбавляют скорость до минимальной и еще на запольной. Осторожничают. На дороге много канализационных колодцев. На их благоустройство ушло не меньше недели. А вот чтобы устранить яму в районе торгового центра «Премьер», этого времени не хватило. Когда на улице не будет пробок, выясняла Анастасия Коробенко. Улица 50 лет ВЛКСМ в районе моста Мельникайте. Разгар рабочего дня. Чтобы проехать этот участок дороги, автомобилисты простаивают в пробке минут 20, иногда больше. Сами видите, какая пробка образуется. Из-за этого везде опаздываем. Езжу каждый день, здесь очень затрудняет. В районе 6 часов нельзя проехать. Вообще нереальная пробка. Всему виной коммунальные раскопки. Они перекрывают целую полосу автодороги. Большая яма – дело рук сотрудников теплосетей. Яму ремонтники выкопали больше недели назад. Поставили ограждения и соответствующие знаки объезда. Вот только по словам водителей, больше работников на этом месте никто не видел. Я езжу тут несколько дней подряд уже и ни разу не видел здесь работников. Сколько ремонт идет, не знаю. Я здесь давно не ездил. Но работников не вижу. Техники тоже. От официальных комментариев представители тюменских тепловых сетей отказываются лишь по телефону. Обещают устранить раскопку в ближайшее время. Вот только о качестве дорожного полотна после благоустройства ни слова. По статистике ГИБДД этот участок дороги и без того считается аварийным. Только на прошлой неделе здесь произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Анастасия Корабенко, Сергей Мякишев, Сибин, Форумбюро. На каких еще дорогах 13 августа возможны затруднения, подскажет наш теленавигатор. Одна полоса объездной дороги от тракта Московского до Червишевского закрыта. На ней убирают колеи и меняют покрытие. По другой полосе движение идет в двух направлениях. Будьте внимательны. Продолжаются работы и на Республике. От Тульской до Парфенова. Есть информация для пассажиров. С 12 по 26 августа из схемы движения автобусов убрали остановку Буратино. Ямочный ремонт во вторник затронет улицы Мира, Льва Толстого, Ленина, Казанскую, Садовую, Интернациональную. Проезжую часть и тротуары будут восстанавливать. Проезд от рынка Северный до дома 158 по улице Дружбы тоже будет проблематичным. Там во вторник местами снимут асфальт. Будьте внимательны и не попадайте в пробки. Неудобства тюменцам создают не только дорожники. В городе только в этом году за звуковые сигналы оштрафовано 110 автолюбителей. Что интересно, большинство нарушителей – водители свадебных кортежей. Как соблюсти традиции и не нарушить закон, выяснила Светлана Матус. Чем громче сигналы, тем веселее свадьбы. Вот только карман новобрачных за такие звуки может опустить на 100 рублей. Молодожены Байдакова об этом знают, но готовы рисковать. Мы попросили всех, чтобы ехали по правилам. Но то, что сигналы, мы нарушаем, может быть. Конечно, дорожное движение. Это единственное, что вы нарушаете. Да, да. У нас несколько машин после свадебной. Они ездят, никто не нарушает. Кроме громкой езды, в рейтинге самых популярных нарушений – неправильная перевозка. В свадебный автомобиль могут забиться и 10 человек вместо 5. Штраф за это – 500 рублей. Всегда актуальны и превышения скорости, и чрезмерная тонировка, а также парковка не по правилам. Мост Влюбленных считается самым популярным местом для катания среди тюменских новобрачных. Останавливаются машины чаще всего вот здесь. Несмотря на то, что это автобусная полоса, и делать это категорически запрещается. Штраф за такие нарушения будет составлять 1500 рублей. Можно проехать немножко вперед и остановиться там. Олег Анатольевич, данная полоса предназначена для движения маршрутных транспортных средств. Движение других транспортных средств и остановка на данной полосе запрещена. Неправильно паркуются многие, знают об этом и, как правило, нервничают. Почему нарушаете все-таки? Я сейчас буду нецензурно выражаться так, что лучше не снимайте. Так получилось. А вот разукрасить свое авто или увешать игрушками не возбраняется. Главное – обзор водителю не закрывать. И госномера. Если раньше у нас каждая свадебная машина ездила с заклеенными регистрационными знаками, там свадьба, молодожены, либо другие надписи, в настоящее время это приравнено к управлению без госномеров. Там довольно серьезные санкции. Это либо лишение права управления, либо штраф в размере 5000 рублей. Блюстители порядка заявляют, убеждать кого-то в чем-то бесполезно. В свадебной суете водители идут на любые капризы новобрачных. Лишь бы этот день им запомнился. И хорошо, если только радостными событиями, а не аварией и испорченным настроением. Светлана Матус, Александр Вележанин, Симонформбюро. 1 сентября в силу вступит новый закон об образовании. Согласно ему, все российские школы обязаны обеспечивать учеников бесплатной литературой. Естественно, нужной для получения знаний. Готовы ли выполнить государственный указ на селе, знает Анастасия Косымова. В этом году у нас впервые все ученики школы получат учебники английского языка. Библиотекарь Кулаковской школы Елена Черденцева почти все учебники раздала. Новенькие книжки в этом году получают и малыши, и старшеклассники. Такого в сельской школе не было давно. Нынче впервые за многие годы мы выдаем практически все учебники детям. И они уходят такими большими стопками, что не ожидают даже столько получат. Учебники нового поколения, купленные на средства областного бюджета, и малышам их выдают бесплатно. Особенно этому рады родители. Ведь на книжных рынках комплект книг для первоклассника стоит от 3,5 тысяч рублей. Сейчас вернулись к тому времени, когда у нас тоже учебники, когда мы учились, были бесплатные, нам раздавали. И сейчас вернулись к этому времени, конечно, очень рады, потому что не все могут себе позволить. Недостающие учебники для старшеклассников Кулаковской школы помогли купить депутаты областной думы. В прошлые годы, когда бесплатных книг катастрофически не хватало, выручал обменный фонд. Его придумали специально, чтобы школы могли меняться книгами с соседними территориями. Мы обменивались, например, с Каскаринской школой. Они нам предоставляли географию в старшие классы, литературу в старшие классы. Мы, в свою очередь, давали учебники начальной школы в Наримановскую. Старшеклассники у нас дети продвинутые. Они, значит, чтобы сэкономить бюджет родителей, они, значит, с интернета скачивали учебники. Сейчас бесплатными учебниками нового образца в Тюменском районе обеспечены ученики с 1 по 6 класс. Чтобы решить проблему нехватки книг для старшеклассников, директора привлекают спонсоров. К 1 сентября учебники должны быть у каждого ребенка. Анастасия Косымова, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро. Хочу учиться как всем. Под таким названием в Тюменской области реализуется проект для ребятишек, страдающих ДЦП. Впервые особые дети могут подготовиться к школе по специальной программе. Она осуществляется при софинансировании фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К 1 сентября курс пройдут 25 будущих школьников. Подготовительная программа рассчитана на 21 день. На этих занятиях дети проходят реабилитационные мероприятия у психолога, у логопеда, если есть на то необходимость. Это и адаптация детей к коллективу, это и лечебная физкультура. А также получение навыков письма. Отдельное внимание уделяется психологической подготовке родителей, особых ребятишек, которые будут учиться с обычными детьми. Особое отношение к родителям и детям и в Амутинской районной больнице. Здесь каждый день идет борьба за жизнь новорожденных. Как с непростой задачей справляются обычные педиатры, уточнит Карин Закирьянова. Это не чудо, это их работа. Спасать детские жизни. Кроха родилась недоношенной, кило 200. Благодаря педиатрам из Амутинки она будет расти нормальным ребенком. Сельская больница вообще не уступает городским. В палатах комфортно, а в родовом зале не хуже, чем в перинатальном центре. Ни слез, ни истерик, все спокойно и в детском стационаре. Малыши выздоравливают, родители довольны. Персонал мне очень нравится, что общительные все помогут. Подойдешь, хочешь, совет дадут. Детям очень хорошо. Мне вообще нравится, как они относятся. Кстати, с родителями чаще и приходится иметь дело педиатрам. Заведующий отделением Ольга Пенигина признается, детский врач по совместительству еще и психолог. Должен все-таки настроить пациента и их родителей на позитив, на то, чтобы была какая-то надежда на выздоровление, на быстрейшее выздоровление, чтобы в лице родителей мы видели помощь. Помощь врачу. Ну, как бы бывают претензии. Всем не угодишь, тем более, что на весь Амутинский район работает четыре участковых педиатра. Один семейный врач и один доктор в стационаре. В этом году работы Амутинским педиатрам прибавилось. Им нужно провести профилактические осмотры всех несовершеннолетних в районе. Всего нужно обследовать 1902 ребенка, из них 511 уже обследованы. А еще надо освоить новую компьютерную программу. Теперь у каждого педиатра в больнице появится своя страничка. В этой страничке написано, на какое время, какой ребенок у меня записан на прием. Я принимаю вот этого ребенка, я его записываю на повторный прием уже у себя в кабинете. Он никуда уже не идет. Он уже знает, что ко мне через 3-4 дня придет конкретное время на прием. Педиатры в районе все с солидным стажем. И компьютерная грамота им дается не то, чтобы тяжело, просто времени много занимает. Пока нам помогают регистраторы. У нас молодые девочки регистраторы, они нам помогают. И это мы, конечно, в ближайшее время освоим. То есть должны освоить уже с большой скоростью. Так что педиатры на селе будут не менее мобильны, чем их коллеги в городе. И это не чудо, это их работа. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Сибин, Форумбюро. Своими работниками гордятся и в группе компании «Еврокор». Накануне там отметили профессиональный праздник. День строителя тюменцы по традиции встретили многочисленными производственными достижениями. Кто по праву попал в список награжденных, расскажет Ирина Канева. За освоение Сибири и Дальнего Востока, за верность профессии и успехи в труде. В компании «Еврокор» День строителя отметили вручением наград и премий. Нагрудных знаков удостоились без малого 100 сотрудников тюменского треста. Очень много достойных подающих людей осталось еще на трассе, потому что объект нельзя оставить. От московского офиса, от узбекского офиса нашего, от всех офисов в Пекине, в Казахстане. Поздравляю вас всех с днем строителя. «Еврокор» сотрудничает с ведущими российскими и мировыми предприятиями нефтегазовой отрасли. Компания занимается строительством и ремонтом трубопроводов, возведением промышленных и гражданских объектов. По всему миру свыше 7,5 тысяч сотрудников. Успехи каждого – вклад в общее дело. А значит, незамеченными высшим руководством они не остаются. Не так давно Виктор Борисович был награжден орданом за заслуги перед отечеством второй степени, которая на церемонии награждения проходила в Кремле. Не так уж это и легко, как кажется, работать у нас. В такие условия у нас все-таки, сами знаете, север и север. Допустим, некоторые участки мы надеемся только зимой. Я там не сделаю, значит, надо успеть сделать. А чтобы успеть сделать, надо, значит, больше работать. Опыт работы в сложнейших географических и климатических условиях специалистам группы компаний наверняка еще не раз пригодится. В планах у Еврокора новые масштабные проекты. Ирина Канева, Максим Плюхин, Сибинфорбюро. Свой профессиональный праздник отметили не только тюменские строители, но и физкультурники. Одним из самых красочных мероприятий их праздника стал фитнес-фестиваль. Он собрал у стадиона геолог несколько сотен участников, которые смогли заняться йогой и поупражняться на тренажерах. На таких площадках у людей, у жителей города есть возможность познакомиться с другими видами направления физической культуры, именно направлениями фитнеса. Задача фитнес-фестиваля показать возможности для всех возрастов, для всех, для мужчин и для женщин. Горожане смогли не только узнать о разновидностях фитнеса, но и поучаствовать в открытом занятии, которое провел приглашенный из Москвы тренер. Также в рамках Дня физкультурника в выходные впервые прошел фестиваль картинга. Попытать свои силы на центральной улице Тюмени собрались ребята младше 16 лет. На кого равняются юные гонщики в сюжете моих коллег. Рёв мотора в скорости и адреналин. Ощущения сродни с тем, что испытываешь на гонках Формулы-1. Разница лишь в болидах. Те, что рассекали по Тюменской улице Ленина, чуть меньше по размеру и немного по мощности. Мероприятие проводится с целью популяризации спортивно-технических видов спорта, потому что на сегодняшний день занятия картингом достаточно популярны и очень востребованы. Поняла? Молодец. На пунктстве тренера перед заездом спортсмены должны отбросить страх думать только о гонке и победе. В фестивале картинга 15 участников, но главный приз достанется только одному. Чтобы стать лучшим, нужно не только быстро, но и правильно проехать трассу. Лариса Лепчинская заданием справилась не хуже парней. В автоспорте она уже пять лет. За это время успела узнать как вкус побед, так и поражений. Идет борьба, во время которой, конечно, там очень много адреналина выплескивается. Очень много ощущений наподобие, может быть, даже ярость, счастье, радость сможет смешаться в одну секунду. С адреналином и картингом свою жизнь связывают многие участники фестиваля. Им есть на кого равняться. Мировые легенды спортивных гонок начинали свою карьеру с подобных заездов. Вообще, вот я не на парокартниках вот этих ездил, у меня свой спортивный картинг есть. Супер мини класс называется. Я там на Россию на нем можно ездить. Кроме конкурсного заезда показательные выступления профессионалов, рядом выставка технического творчества. Популярностью у зрителей она пользовалась не хуже картинга. Ксения Яковлева, Дарья Тетерина, Алексей Красных, Сибинформбюро. А у маленьких тюменок совсем другие увлечения. Красивые платья и прически теперь не только на куклах. Модельное агентство «Имидж» ждет юных красавиц на кастинг нового модного проекта. Как стать звездой, подскажет Евгения Волкова. Модельное агентство «Имидж» и телеканал «Тюменское время» представляют. Я Каролина Пушкарева, ведущая нового проекта «Топ-модель по детски». Это твой шанс стать известной юной моделью и поехать в Москву на всероссийский конкурс. Пока это только анонс нового телепроекта. В эфир он выйдет осенью. Сейчас идет отбор участниц. Они с нетерпением ждут начала шоу. Шанс на победу есть у каждой девочки в возрасте от 8 до 12 лет. Победительница отправится на всероссийский конкурс «Детская топ-модель», где будет представлять наш город. Сейчас мы принимаем заявки на участие в этом конкурсе. Нужно успеть до 17 августа прийти к нам в офис, заполнить анкету, принести фотографии и ждать дня кастинга. Проект «Топ-модель» коммерческий. И обо всех условиях можно узнать, позвонив к нам в офис модельного агентства «Имидж». Кастинг определит 45 участниц проекта. Они 11 дней будут учиться у экспертов модельного бизнеса и мира моды. А 29 августа продемонстрируют полученные навыки на отчетном показе. В видеоверсию проекта на канале «Тюменское время» попадут только 12 красавиц. Участие в подобном проекте уверена, что принесет пользу для ребенка. Как минимум, это будут незабываемые мастер-классы, знакомства, общения. Ребятишки получат большой опыт по направлениям дефиле, хореографии, фотопозированию, поучаствуют в различных показах. И как минимум, останутся позитивные эмоции на всю жизнь. Финальное мероприятие проекта намечено на середину сентября. А в конце месяца в эфире «Тюменского времени» будет транслироваться телеверсия шоу «Топ-модель по-детски». Евгения Волкова, Леонид Ализаревич, Сибинформбюро. На этом у меня все. Будьте в курсе событий, а мы расскажем о них точнее. Счастливо!